Клинка Рядом со мной ее автор Екатерина Лобанкова, музыковед, кандидат из московедения, музыкант, музыкальный критик и преподаватель, специалист по истории русской и советской музыки. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая публика. Мой первый вопрос. Что можно сказать о происхождении вашего героя Клинки, о его родителях, о его детстве? Насколько я понимаю, он имел польские корни? Считается, что это польские корни, хотя некоторые исследователи уже говорят о белорусских корнях. Но все-таки мы придерживаемся версии, что это польские корни. И сам Клинк этим очень гордился, хотя он считал, что у него есть в форме еще и французский. У него была якобы некая французская бабушка. Правда, документы до нас не дождут, где она была, кто она была. Но вот польско-французский. И вообще, вот эта гордость от принадлежности к европейской знати, она была очень для него важна. То есть она его питала, да. И поэтому в каком-то отношении Гриф можно считать таким русским европейцем, да, ну, как, в общем-то, и, наверное, большинство наших, да, русских аристократов, которые были этнически нерусскими, да, и в этом смысле Гриф мало чем отличался от многих других, пока. Все-таки о родителях, кем они были, что известно? Долгое время у родителях было известно очень мало, и в этом, наверное, одно из отличий от моей монографии. Последние лет десять исследователи, прояведы в Смоленске, в Новоспасском, да, это вот родовой гнездо Новоспасска, это рядом с Смоленском находится, очень много исследовали архивы и представили много новых документов, которые, как я говорю, в предыдущих монографиях просто невозможно найти. Кто была мать, его матушка, так он называл, нужно всегда в письме, вот, Евгения Андреевна, она была родственницей, на самом деле, Ивана Андреевича, отца Клинки. Распло довольно близкое было, поэтому в этом отношении родственники были против. Матушка Евгения Андреевна была сиротой, и поэтому принятие решения о ее замужестве было возложено на плечи ее старшего брата. Он был категорически против, и здесь разворачивается совершенно такая романсная история, когда Иван Андреевич при поддержке своей матушки уже, Федлы Александровны, его матушка была очень такая деловая. Что произошло? Они фактически похитили матушку Глимки с ее согласия, естественно. Но рано утром она пошла едва улыбаться, взяла с собой платье подвенечное, была уже готова карета, где ее ждал Иван Андреевич. Они сели и уехали. Чтобы не было погони, как могу все предусмотреть на сделанное, крепостные разбирали мосты даже после их проезда, чтобы за ними уже эта погоня, вот она никак их не настигла. Но брат Евгения Андреевна проснулся, как обычно, вышел к чаю в 9 утра. Зовут они, зовут наша героиня, а ее нет. А когда она переодевалась, она эту пласть свою домашнюю оставила около озера, где я ждала карета. И все домашние подумали, что она на самом деле в таком, скорее всего. И целый день еще родственники искали в озере ее тело и не могли найти. И только через двое суток уже припосредствии пастухов или что-то увидели, услышали, в конце концов догадали, что, скорее всего, ее похитили. Но дело уже было сделано, они обвенчались. И родственникам ничего не оставалось, как принять их правду. На самом деле, брат был очень счастливый. Об этом говорят и письма, и документы, и, конечно же, сведения, и свидетельства самих дочерей и сыновей. На самом деле, тоже впервые в книжке поддержка родителей была куносальна для Михаила Ивановича. И, наверное, без них бы у него не было такой возможности и такой вот вольготности, что называется, жизни. У вас бы какие-то были возможности. И менее, благодаря бизнес-качеству у отца приносила кольные документы. И менее постоянно расширялась. Были... Постоянно покупались какие-то деревни, были заводы. В общем, приносило колоссальный доход к их мнению. И это позволяло Глинке, в общем-то, совершенно спокойно жить и нуждать себя в каком-то разумеем о государственной службе. Хотя, конечно, он об этом и хотел служить в своей стране, как истинный выпуск и арестократ. Но это было, в общем-то, не ради какого-то дохода. Это было вот именно ради какого-то престижа. Поэтому поддержка была колоссальная. И еще одна поддержка была такая психологическая и моральная. Опора на Евгения Андреевна, на его матушку. Мы можем увидеть по тем письмам, которые сохранились, по тем, опять-таки, свидетельствам документальным. Он постоянно писал матушке, рассказывал практически о любом событии. И здесь поддержка ее была, с одной стороны, конечно, положительная. То есть она даже в том числе присылала, например, ему провизию, когда уже Глинка жил в Петербурге. Любимое варенье из малины. Или когда он жил больше в Варшаве, туда даже доставляли какие-то очень его любимые продукты. И даже когда его настигла очередная депрессия, в Варшаву был отправлен личный домашний повар, чтобы как-то скрасить его пребывание в другом городе, где мы, в том числе, говорили и не только на русском языке. Но в то же время, как мне кажется, влияние было и довольно судьбоносное, и не сказать, что довольно-таки положительное. Да, здесь можно по-разному оценивать. Но, например, как мы знаем, Михаил Иванович влюбился в дочь Анны Керн, которую многие знают, Екатерину Керн. И здесь матушка была очень против, потому что складывалась, в общем-то, в каком-то смысле очень похожая ситуация. Да, как вот они были с ее мужем, да, ситуация не совсем законного брака, так и у Михаила Ивановича, потому что он был в это время еще женат по другой женщине. Она была категорически против развода, и вот такое внутреннее метание Клинки, да, вот они были, в общем-то, спровоцированы Евгением Андреевым. Поэтому судьба во многом в Клинке складывалась под воздействием его родителей. Клинку называли Пушкиным русской музыки. Насколько справедливо такое сопоставление? Ну, понимаете, когда я рассуждаю как историк, наверное, говорится, что там справедливо, это несправедливо, не совсем корректно. Скорее, это интересное сравнение, и мне важно было ответить, почему так было. Ну, оно вам нравится? Оно мне нравится, да, оно мне нравится, тем более, что Пушкин и Клинка были знакомы. Они были знакомы еще со времени учебы Клинки в его пансионе, потому что он учился с братом Пушкина, с Львом Пушкиным, и в пансионе в это время преподавал кухенбекер. И, в общем, в учебном визонении собиралась такая компания очень, что называется сегодня, это свет русской аристократии, русской такой культурной элиты. И Клинка там присутствовал, буквально в 14-15 лет он попал, да, вот в такой эпицентр интеллектуальной и художественной жизни. И мне кажется, как раз это тоже очень во многом определило его творчество и его музыкальный стиль. Ну, знакомство с Пушкиным было у нас довольно близкое или скорее шапочное, поверхностное? Довольно близко они часто встречались, но я думаю, что, скорее всего, образ Пушкина, личность Пушкина была не совсем близка к Клинке. К Клинке больше нравились такие люди со странностями, что называется, чудаки. С другой стороны, вот это может быть такая очень явно какие-то политические по тексту, да, Клинка был от этого довольно-таки далекой. Далек, может быть, не по восприятию, не по первозрению, но в принципе он у людей не любил обсуждать политику, да, считал себя, вот, может быть, некомпетентным в этом. Да, и в этом отношении, сейчас немножко я деду вот такой поворот в другую сторону, а очень во многих монографиях Клинке можно встретить, что он якобы декабристом. Так вот, я пытаюсь доказать, что совершенно декабристом он не был, он был далек от политики и от вот той оппозиционности, которую ему приписывали уже в советское время. А если мы вернемся к Пушкину, да, они были знакомы, они проводили много времени вместе, и, ну, известные такие шедевры, хиты, да, я помню чудное мгновение. Конечно же, это писалось и под воздействием личности Кушкина, или «Никой красавицы в ремне». Это был вообще такой творческий тандем, когда и Кушкин знал о той музыке, которую сочиняет Клинка, и Клинка знал о тех изменениях, которые Кушкин носил уже в это стихотворение. И еще мне хочется тоже затронуть одну тему в связи с Кушкином, которая редко обсуждается, особенно в музыкальной биографии Клинки. И это тот образ Моцарта в Сальери, в первую очередь Моцарта, который мы все хорошо знаем, который очень устойчив в вашу музыку. Так вот, считается, и есть свидетельства документа, что Кушкин в какой-то степени создавал образ Моцарта под воздействием Клинки. Поэтому здесь вот такие обоюдные влияния, конечно, значительные. Ну, вот вы сказали, что Кушкин был ему не близок психологически, я не знаю, как это. Сказать, но разве Кушкин не был и шутником, и оригиналом достаточным, и таким человеком необычным, мне кажется, разве нет? Я с вами согласна, но для Клинки еще было важно вот такое качество, как сентиментальность. Чего не было Кушкина? Мне кажется, этого не было. Ну, а о Кушкине мы не зря говорим, наверное, так много, потому что все-таки в этом году мы отмечаем 220-летие, со дня рождения нашего выдающегося поэта. Екатерина Владимировна, скажите, а вообще известно ли, насколько Кушкин интересовался музыкой, в принципе? Так скажем, что музыка была не на первом плане, не на первом месте в иерархии искусств с точки зрения Кушкина. И в этом смысле многие исследователи задаются вопросом, ну, почему же, например, раз Кушкин и Клинка общались, например, нельзя было бы им вместе создать опыт. Например, Кушкин мог бы написать либретто, да? Ну, вот можно не практически так представить. Но на самом деле, если мы погрузимся именно в ту культуру, то мы увидим такое мнение, что писать либретто для оперы считалось очень унизительным для поэта. Поэтому, собственно, две оперы-глинки и очень часто обвиняют и Клинку в том числе, что вроде бы так либретисты были не очень хороши с точки зрения литературного стиля. Это была большая проблема для России и вообще для русских музыкантов, русских композиторов найти хорошего либретиста. И здесь проблема и не Клинки, и не Кушкина, а вот какое-то такое общее общественное мнение, которое было распространено и очень сильно утвердилось в русской культуре. Ну, вот касательно музыкальных произведений Клинки по мотивам, по пушкинским мотивам, оперы Руслана Людмилы, стихотворения, насколько вообще это был, насколько это значимый пласт всего творчества Клинки в целом? Или это скорее эпизоды? Хотя, наверное, Руслана Людмила эпизодом творческой биографии Клинки нельзя назвать. Ну, конечно, все те хиты, о которых я говорила, я помню, чудное обновление, и не бой, красавица при мне. Это шедевры, не побоюсь этого злого папа, а шедевры русской культуры. И если вот так попробовать с напальцем объяснить, что в нем, ну, про Руслана Людмила Мадеева так говорила, вот, например, я помню, чудное обновление, ведь сегодня, ну, очень многие люди, это стихотворение, скорее, вот, выпивать, да, потому что стихотворение, ну, как будто мы уже слышим на музыку Глинки, они настолько спаивны, да, и на самом деле в русской культуре впервые произошло, произошел такой синтез слова и музыки. И здесь можно вспомнить такую теорию Гейнсбурга о технике гармонической точности. Что это значит? Что впервые музыка очень точно шла за текстом, и в музыке мы можем услышать все те события, которые происходят в самом стихотворении. И это вот одно из главных изобретений Глинки, и поэтому его и называют отцом русского романса, да, такие клишированные, вроде бы, уже заявления, но они действительно имеют под собой большую почву, да, вот такую устойчивую почву. А по поводу Руслана Людмилы, до сих пор, мне кажется, такая опера-загадка, до сих пор очень разное мнение, как, в общем-то, его времена Глинки. Руслан Людмила заставил расковоться русское общество на два лагеря. Кто за эту оперу и кто против? Впротив, говорили о том, что это вообще не опера, и не единое произведение, это просто собрание, ну, каких-то отдельных фрагментов, и у него нет никакой единой, такой стержневой линии, как он живет на сегодня в опере. Это были в музыкальном спектакле. Те, кто были за, говорили, что это нет, это изобретение, вообще новый жанр оперы, это вот такая настоящая национальная опера. Новаторство. Абсолютное новаторство, то, чего нет ни в одной, другой, в рубежной школе, ни в немецкой, ни в итальянской. Им тоже приводили свои доказательства. И вот такое, вот такое некое пограничное состояние этой оперы, оно вызывало и в 60-е годы такие очень мощные дискуссии, и фактически уже после ухода клинки, эта опера очень мощно двигала развитие русской музыки, ее эволюцию, русской оперы. Ну и вплоть до сегодняшнего дня Руслана Людмила, тоже опера, которая вызывает дискуссии. Как ее ставить, вообще как ее слушать, если никакие вроде бы шаблоны и модели под нее не подходят. На мой взгляд, вот я предлагаю свою точку зрения, что эта опера вот стопроцентно попадает в нашу эпоху постмодернизма. Вот сегодняшний постмодернистский спектакль или опера, или перформанс, как мы называем, в нем есть те принципы, которые уже, не знаю, можно сказать, и предвидел, или восхитил клинка. А что именно? Это нелинейный сюжет, развитие нелинейных сюжетов, это переключение на разные исторические эпохи, вообще в разные такие локусы кутея. То есть вроде бы реальность, вроде бы и прошлое, вроде бы и саска. То есть все время как будто бы герой, герои, путешествуют по разным реальностям и в разной стиле там используются. Вроде бы это и некие аллюзии на древнему скруту, вроде бы это итальянское музыка и немецкое, и французское, и балет. В общем, это действительно такая феерия разных стилей. В то же время оно все связано и связано благодаря самой фигуре Глинки. На мой взгляд, эта опера самая, что называется, Глинкинская, она отражает очень натуру Глинкин. Террина Владимировна, Глинка был знаком не только с Пушкиным, Кюхельбекером, но и со многими другими писателями. Адоевский, насколько я понимаю, вообще был у него другом. С кем еще он был знаком с писательской среды? Про Адоевского мне хочется отдельно сказать. Вы же упомянули, это действительно была, во-первых, колоссальная фигура, которая сегодня, интересная, которая только сегодня возрождается. Мы только сегодня можем понять масштаб этой личности, публикуется его дневники, его научные исследования. Надо сказать, что Адоевский был единственной персоной, которому Глин стопроцентно доверял. И единственное, только ему прощал критику своих сочинений. То есть, вот он ему разрешал критиковать и высказывать какие-то отрицательные, так скажем, суждения. Более того, Адоевский часто советовал вплоть до таких вправок в самом нотном тексте. То есть, не общие критические какие-то высказывания, а конкретные он мог даже продиктовать ноты. Вот здесь нужно так. То есть, представьте, уровень знаний Адоевского. С кем еще общался Глинка? Большое влияние, на мой взгляд, оказал Антон Дельвик. Такая была мощная прививка русской русской культуры, русского фольклора, который прошел через обработку высокой аристократической функции. Ведь, когда он познакомился с Дельвиком, Глинка начал писать так называемые русские песни. Такой был особый жанр разновидность романсов. И вот там, как он под подействием Дельвика проходил вот эту школу того, как можно фольклорные элементы, которые во времена Глинки все-таки считались принадлежностью низшего стиля, как можно их облагородить и вести в так называемом высокую культуру. Поэтому в Гриониде Релик Дельвика было значительным. Одним из главных произведений Глинки считается опера «Жизнь царя». Скажите, пожалуйста, историю создания этого произведения. Опера известна, была еще со временом Глинки, как ее называли первой русской и первой национальной оперой. И в общем на этом вопрос, почему именно она считалась первой и почему ей именно этой опере придавалось такое колоссальное значение. Этот вопрос меня всегда очень интересовал и, собственно, это был такой стимул для занятия обращения и изучения творчества Глинки и его жизни. И здесь мне хочется сказать о том, что Глинка, приехав из Италии, вернувшись из Италии, побывав в Берлине и получив прививку вот такой очень высокой качественной европейской культуры именно в Берлине. Он впервые очень близко познакомился с идеей о национальном опере. Вообще во времена Глинки впервые эта идея стала настолько актуальной. Сама идея нации это единство равных людей. Сама эта идея нации была очень революционной, на самом деле опасной. Особенно для Российской империи. Но Глинков, что называется, попал в нужное время и в нужное место. И когда он вернулся в 1934 году обратно в Россию и попал в Петербург, попал в великосветский салон Шуховского Шуховского и он услышал, что как раз в это время обсуждается известный многим сегодня отряд Умарова, которая получила позже название официальной народности, и он понял, что это отвечает тем модным и очень нормальным тенденциям Европы, а хотя в Европе он же тоже пришел к мысли, что он хочет написать такую национальную жизнь. Там же с Шуховским он поделился своей идеей, и там позже рассказал Владовецкий, что вот это все высшее общество, которое называло себя аристократией не просто по рождению аристократией, а аристократией духа, которая думала о развитии страны, которая мечтала о каком-то высшем воспитании тоже опять-таки всей страны и всех сообществ, всех сословий, как вот все это высшее сообщество восприняло в социальной идее, и здесь очень важный момент, который, на мой взгляд, частично объясняет такую невероятную популярность оперы. Дело в том, что в этой опере фактически приняло участие с сочинениями созданий или обсуждений ее практически внесеное русское общество. То есть, это не так, условно говоря, заглушает нас, буквально, важная какая-то информация, видимо, но мы сейчас продолжим обязательно. в принципе, может быть, нам и слышно. В общем, на мой взгляд, это был такой очень мощный коллективный проект, как бы мы сегодня сказали. Потому что, например, либре, это в разработке неправильного участка тот же Жуковский. Жуковский имел влияние на всю верхушку общества и был близок к авторскому диалогу, к сценарию власти была первая. Поэтому то есть эта утра, которая рождалась внутри, в сферу, культуры, она была поддержана всем сообществам и пришлась в нужное место, в нужное время. В причинности, конечно, такой суть, а культурный контекст был очень важен. Это, конечно же, не отменяет высочайшего качества этой музыки, этой музыки. Я думаю, что здесь немаловажен для культуры 19 века был такой контекст христианский или православный, потому что вот этими страданиями ими, которые многие видели по тексту таких православных страданий Иисуса Христа. Более того, в музыке можно увидеть так называемые вороченные фигуры, риторические, которые говорят о, во-первых, хорошем знании творчества Блаха. Клинка обращалась и сам играл, и изучал музыку Блаха. И о том, что эти потери, что действительно они просто слышали со стороны, они просто накладывались на эту музыку, но сам Клинка и вкладывал в эту музыку его концепцию. Поэтому это действительно опера в каком смысле национальная? С одной стороны, она, конечно, отражала те социокультуры, тот социокультурный контекст, о котором я говорила, а с другой стороны, она действительно отражала ментальность русской аристократии. Конечно, эта опера была предназначена для элиты. С другой стороны, мне кажется, тоже очень важный момент, что премьера оперы была назначена на момент открытия Большого Каменного театра в Петербурге, когда не путать с Москвой. Именно в Петербург сейчас этот театр не существует. Так вот, в этот театр опускали чуть ли не впервые разные сообщества, сословия. То есть, впервые этот театр такой, как некая модель русского общества. И, конечно, это тоже, кажется, символический очень акт для статуса, для символизации этой оперы. Тима Владимировна, немножко на другую тему я хотел бы поговорить. В 1890-е годы гимном России была так называемая патриотическая песня Михаила Ивановича Блинки. Мне нравилась эта композиция, она мне хорошо запомнилась. Это было мое детство, старого, нового гимна на музыку Александрова я тогда еще не знал. Какой гимн вам нравится больше? Такой каверзный вопрос для вас. Конечно, как историк и как человек, который очень много слушает музыки 19-го века. и я вижу и слышу очень многие подтексты, связи с высочайшими образцами европейской культуры. Конечно, гимн Глинки для меня намного ценнее и с точки зрения истории он несет в себе такие подтексты, которые, мне кажется, для нашей страны тоже очень важны и для нас, для жителей нашей страны. Это более важный. Поэтому я только могу надеяться, что, возможно, когда-нибудь мы вернемся к гимну Глинка. Ну, по крайней мере, вы его должны помнить и чтить. Да. Вы говорили, что Глинка был, по сути, европейцем. Мне интересно, получил ли Глинка признание за рубежом при жизни и признано ли его творчество сейчас за рубежом? Вызывает ли оно интерес? Давайте начнем с прижизненной ситуации. Вообще, Глинка в очередь мечтала в европейской карьере и ему очень хотелось быть знаменитым. Это как раз тоже, мне кажется, развенчивает тот миф у Глинки как в таком очень беспомощном ребенке, барине, который живет себе на крышем на диване и как-то нехотя иногда сочиняет. Я сразу наверняка многие видели картину Репина, как он сочиняет Руслана Людмилову, вот так, ну, Рюжа, бумага как-то как-то, да. Так вот, да, Сибарин. И, на самом деле, многие потомки уже ругали его за это и Чайковский его считал совершенно таким дилетантом и вообще удивлялся как это ему такой дар пришел, да, как это такие бонусы, а он им вроде бы явно не воспользовался. Так вот, на самом деле, Глинка был доволен таким вот праклотичным человеком, как, в общем-то, и многие республики во времени. Он очень хотел быть знаменитым, и уже знаменитым не только в России. После премьеры «Жизнь из царя» в 1836 году, как он сам пишет, я стал, я получил всенародную славу. И это не было совершенно преувеличением. Так вот, после премьеры Руслана Людмилы в 1842 году он понял, что ему нужно как-то, что называется, расширяться и выходить на мировой рынок. Для этого предпринимает поездку в Париж, а тогда считалось, что получить и сделать международную карьеру можно именно в Париже. Приехав туда, он как-то закрутился, что называется, в аристократических развлечениях. Вроде бы, как уже даже эта идея о карьере, а что такое карьера, что надо прикладывать мощные усилия, надо ходить обливать пороги, это нужны очень большие вложения финансовые, которые на тот момент Глинка не мог сделать, то есть доходы к этому времени уже умер его батюшка и, в общем-то, его увеличением, расширением доходов никто не занимался. Сам Глинка был неосклонен к такой, как понятно, к такой хозяйственной деятельности и вообще даже это считалось несколько унизительным в том кругу, в котором он общался. Поэтому достаточных финансов для продвижения своего творчества у него особенно не было. Но вот когда, по-моему, это был 45-й год, он вдруг узнал о том, что опера Алексея Львова это еще очень известный такой статусный композитор того времени, вдруг она прозвучала в Берлине и вроде бы как уже на статус первого русского композитора, который имеет мировую признание спецентрует руку, и вот тут он уже стал думать, а что же делать? А так как у него были хорошие связи, как мы говорим сегодня, да, выше аристократии, то он заручился рекомендательным письмом перед для Берлиоза и встретился с Берлиозом. И здесь в этом смысле опять судьба или фортуна благоволила Клинке. Дело в том, что Берлиоз тоже находился в очень таком плачевом финансовом положении. И вот так случилось, что Берлиоз думал о поездке в Россию, потому что Россия считалась для иностранного музыканта таким, что называется Эльдорадо. Потому что когда иностранец приезжал в Россию, ему платили какие-то совершенно бешеные гонорары. И приезжали собственно туда к нам в смысле обогатиться. Вот и Берлиоз думал о таким же образом он приехать, потому что у него-то как раз связи свише аристократии и России и не было. И тут появляется Глинка. И в общем пазл сложился. Оказалось, что и Глинка, и Берлиоз нуждаются друг в друге. И в общем у них такое может произойти вообще, что называется бартер. И оба композитора вступили и вели себя в этом отношении благородно. Берлиоз делал все для того, чтобы, как мы сегодня говорим, продвигать творчество Глинки в Париже. Он исполнил несколько сочинений Глинки в своих знаменитых больших концертах, которые собирали по тем временам колоссальное количество людей. А Глинка тоже заручился поддержкой аристократии и в скором времени Берлиоза действительно пригласили в Россию. Правда, заработать он не смог столько, сколько хотел, но все же чуть-чуть поправил свое положение. И еще Берлиоз был не только композитором и дирижером, он был музыкальным критиком. И он опубликовал несколько статей и в общем в французской прессе и то ли под его воздействие, влиянием, то ли под влиянием вообще того, что русская аристократия, русская аристократия была очень много в Париже, о Глинке много писали во французских газетах. Дальше следующий пассаж, вроде бы уже с его европейской, парижской славой как-то все складывалось, но этого Глинке оказалось тоже мало, он услышал, что лист отправился в концертное турне по Испании, а Испания в то время считалась такой страной экзотической с одной стороны, а с другой стороны туда было очень престижно поехать, такое открытие в новую Европу, что называется. И Глинке решил, что ему теперь нужно завоевывать Испанию, и он отправился туда в путешествие, и здесь тоже для меня был очень интересный показательный факт, который опять-таки развенчивает мифы о Глинке, как о таком беспомощном человеке. Он за очень короткое время поставил себе целью изучить испанский язык, и он этого добился. И надо сказать, что Глинка знал пять иностранных языков, включая персидский, включая английский язык, который тогда считался не очень популярным, мягко говоря. И вот в его копилочку добавился испанский, он отправился в Испанию, и там его тоже закрутили испанские пейзажи, путешествия. Вообще, он с детства всегда мечтал о путешествиях, и это вот такая тяга к странничеству, которая, конечно же, является такими обертонами к его образу романтики, романтическому мировоззрению, которым он безусловно обладал. Так вот, он вроде бы путешествовал, слушал испанскую музыку, учился танцевать испанские народные танцы, играл на пастаньетах, и вроде бы уже об испанской карьере забыл. И многие его современники говорили, что эти поездки вроде бы были неудачны, но благодаря встрече с бирлиозом, и благодаря вот этим знакомствам с очень необычным на слух того времени европейцем с испанским фольклором возникло такое сочинение как Камаринское, потому что когда Глинка поехал в Испанию, он думал вообще о новом изобретении нового жанра. И безусловно, это изобретение нового жанра было связано с общением с бирлиозом. Ведь что тогда было в симфонической музыке? В основном это традиция Бетховена, это были симфонии. Считалось, что написать симфонию это очень престижно, это как бы мастфреш, что называется, на сегодня. Обязательно нужно это сделать. Но бирлиоз, такой реформатор, изобретает новый жанр и таких живописных картин, когда с помощью музыки, оказывается, можно изобразить очень немузыкальные события. Игрина очень увлекся этой идеей. И вот как раз путешествие по Испании, несмотря на то, что у него вроде бы там не сложилось никаких концертов, оно привело к созданию таких живописных, изобразительных, симфонических картин, как Камаринска, ну и, конечно же, испанские вертюры, которые мы все прекрасно знаем. А сейчас насколько он популярен и известен за рубежом его музыка? Ну, надо сказать, что музыку его исполняли редко собственные иностранцы за рубежом, но так как всегда в Европе находилось большое количество русских аристократов, то музыка там звучала, ну, благодаря, конечно, сильным русским, для которых образ Глинки, музыка Глинки стала таким национальным символом, да, что называется, идентифиатом. Поэтому сказать, что Глинка был популярен в 19 веке за рубежом, это будет большой натяжкой. Сегодня профессионалы, музыковеды и музыканты, конечно же, знают эту музыку и относят ее к такому направлению романтизма, да, локального романтизма, потому что на арену в середине 19 века выходят различные школы, польская музыка, да, где, например, Шопена, да, или венгерская музыка в лице листа. То есть вот он был таким, так сказать, не, его творчество не принадлежит некой магистральной линии европейской, да, но он связан именно с уважаемым многими, конечно же, романтизмом. и плюс к этому сегодня я знаю, что музыковеды, иностранные музыковеды обращаются к исследованию творчества Глинки, и в частности, один из очень интересных вопросов, который они поднимают, это как музыку Глинки воспринимают за рубежом иностранцы, которые вот не знают всего того социокультурного контекста, который очень важен для восприятия музыки. Поэтому вот и то же, могу сказать, относится к суважению какой-то глобальной такой, да, сверхпопулярности, конечно, сказать об этом сложно. Не могу не спросить вас об образе Глинки в искусстве, в частности, в кинематографе. Я знаю, что выходило несколько фильмов о Глинке, по иопикам, как сейчас говорят. Ваше мнение. Смотрели наверняка что-то? Даже делала исследования по фильмам, по тем образом, которые есть в фильмах, формируются в фильмах. Знаете, на самом деле, в общем, образ Глинки был связан с той, опять-таки, социокультурной ситуацией, которая была в стране. Поэтому, если мы говорим о 30-е-50-е годы, то это был такой Глинка-народник. Хотя, конечно же, сам Глинка ни о каком народничестве и хождении в народ, и крестьянском искусстве он не помышлял, потому что, несмотря на то, что в его музыке используется фольклор, но, опять-таки, как я говорила, этот фольклор обрабатывается, ограняется и доводится до статуса высокого искусства. Поэтому это был такой вот народник, который, да, вот в фильмах про образы, о которых мы говорим. И на самом деле этот образ не сильно менялся вплоть до конца 20-го века. Поэтому одна из моих миссий, да, моя миссия в моей книге, мне хотелось показать, что Клинк был очень разный. Хотелось все-таки этот образ, ну, не то, что сломать, но поменять, по крайней мере. Увидеть его по-другому, увидеть его как историческую личность, а не как персону, героя, мифологическую, практически, герою, на которого переносят или накладывают те идеи, которые актуальны в данное время в обществе. Поэтому вот здесь, наверное, такой ответ довольно краткий. Мало что менялось. в общем, он так был на руку. Екатерина Владимировна, в последнее время издательство «Молодая гвардия» большое внимание уделяет музыкальной теме. Не случайно вот Лариса Кирилловна сейчас здесь присутствует, и о ее книгах о Петховене, о Глюке мы сейчас поговорим сразу после этой презентации. Я знаю, что вы много работали в журнале «Музыкальное обозрение». Какие книги в серии «Жизелла» о музыканках вы бы отметили? Во-первых, мы даже отмечали, по-моему, делали издательство «Молодая гвардия», издательство «Мгода» с точки зрения музыкального обозрения, потому что действительно это одно из немногих издательств сегодня, которые действительно делают в ней книг. И эта линия о музыканках и композиторах очень отчетливо, понятно и внеанно. И мне еще очень хочется важную такую мысль отметить, что, к сожалению, у нас в России не так много печатается научных биографий. композиторах, поэтому фактически книги серии «Жизелла» уже не просто и не столько такие популяризаторские книги, а я бы сказала, что это и научные книги. И поэтому «Молодая гвардия» решает очень глобальную проблему, но закрывает многие лакуны в образовательной литературе для профессионалов, потому что все перечисленные вами книги, я и там и «Вагнер», вы можете вспомнить, и «Листа», я усиленно рекомендую студентам, профессионалам, потому что кроме этих книг все остальное уже относится к каким-то городах старых изданиям, которые сегодня, конечно же, не актуальны. Мой последний вопрос. Я знаю, что вы писали вашу книгу по такому принципу, что ее можно открывать буквально на любой странице и начать оттуда. Правильно я говорю? Абсолютно правильно. Мне хотелось учесть интересы и возможности совершенно разной аудитории. Конечно, долгое чтение предназначено долго, то есть это от горки-топорки предназначено для профессиональной аудитории. С другой стороны, у нас сегодня, как мы говорим, есть такое некое клиповое сознание, да, или чтение как по принципу гиперссылки, да, то есть ты выбираешь только то, что тебя интересует, поэтому книга действительно устроена так, что каждая глава поделена на такие очень маленькие подглавки, имеют названия, в которых отражено краткое содержание этой главы. Кроме того, мне хотелось дать такие краткие выжимки, да, для читателей, то есть в начале главы и в конце главы есть такие самобращения, да, обобщения, что, во-первых, ожидает, а в конце, ну, некий итог вот этого исторического периода. И еще мне очень хотелось, может быть, это не совсем исторически, но с точки зрения истории, может быть, не совсем правильно, исторической науки я имею в виду, но мне всегда хотелось, ну, как бы, дать почувствовать современному читателю, как это было тогда. То есть у меня всегда есть аллюзии на современность, а вот у нас сегодня так. Ну, например, во времена Глинки было модно разводить птиц. Ну, вот это такая мода была, да, а сегодня это то же самое, как сегодня, например, разводить комнатных собачек. Вот такие параллели, мне кажется, они позволяют приблизить к нам Глинку, потому что, безусловно, это эпоха, эпоха Пушкина, эпоха Глинки. Вроде бы, мы все эти имена знаем, и нам кажется, это наша классика, но эта эпоха все дальше и дальше уходит от нас, от нашего понимания. А это очень жалко, потому что действительно колоссальные люди, потрясающие люди, которые хочется сегодня равняться, потрясающие воздействия и влияние на всю русскую культуру оказавшую. Поэтому вот такая цель популяторства, она вот, да, не в снижении качества, да, естественно, все книги Гвардии, Петерий Жизел это высочайшее качество, но популяторство вот в этом смысле, что перенести как будто бы, читателя назад или наоборот или куклам сюда. Тем более, как мне кажется, я, может, расскажу такую для меня важную мысль, что для меня Глинка это на самом деле композитор 21 века. В каком смысле? Ну, как я уже говорила про Мурслана Людмилу, это для меня такое, это совершенно воплощение, идеальное воплощение постмутернизма. Совершенно в таком хорошем качестве. С прекрасным чувством вкуса, чувством красоты. Плюс Глинка всегда заботился о том, как его музыка будет восприниматься слушателем. Не будет ли она утомительной? Доставит ли она удовольствие? Потому что Глинка говорил, что музыка это в первую очередь чувство. И поэтому мы же в современной культуре всегда говорим о том, что сегодня автор довольно часто ориентируется на свою аудиторию, выбирает свою целевую аудиторию. Так вот у Глинки этот баланс между развлекательным и интеллектуальным идеально, на мой взгляд. поэтому его музыка сегодня замечательно выслушилась. К сожалению, музыка мало звучит. Это тоже надо об этом сказать. Такой парадокс сказок на Глинке, что мы знаем его имя, а вот музыка как-то на втором плане. И второй момент, не третий уже, почему Глинку можно считать композитором 21 века. Сегодня очень модно такое направление, как историческое исполнительство. Что это такое? когда музыку исполняет на инструментах его времени. Вот Шопен много играет на инструментах его времени, Бетховина. А вот Глинку было бы тоже замечательно и очень интересно и мне в том числе услышать на инструментах его времени. Вот такой был бы очень интересный эксперимент. Да, и мне кажется, он бы тоже приблизил нас в той эпохе к его музыке. Спасибо. Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, давайте зададим вот Екатерине Попланковой, у нас времени уже не так много, будем переходить скоро к следующей презентации. Так что, если вопросы есть, давайте сигнализируйте, я передам вам микрофон. Очень маленький вопрос. Екатерина Владимировна, я книгу читала, и вы о ней рассказывали в библиотеке, помните, да? А вы были в умении Глинки сейчас под самолетом? Да, это была одна из первых поездок, потому что я понимала, что без этого невозможно быстро и дальнейшее издание книги, дальнейшее исследование. Конечно, я была, и мне оказали огромную поддержку, и я в этом пользуюсь случаем, высказываю огромную благодарность и сотрудникам музея, и там есть совершенно чудесный изделительный привет Надежды Владимировны Деверлина, которая, в общем, и занимается таким вот поиском скрупулезным всех материалов. Спасибо, что вспомнили, потому что вот мне тоже повезло, и здесь замечательный человек присутствует, Александр Лукашов, который одну из первых экскурсий делал в музее Глинки, и там меня тогда спрашивали, что же молодая партия не сделает биографию. это была экскурсия, и нас, как владели в него, даже станет. Еще оба... ...